За святую Русь помолюсь Это уже рутина. Рутина, 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 рутина. Давайте закончим разговор. Я много плохого рассказал и хорошего про почту. Последнее письмо было так. Константинович, я живу в Тюмени, а ваша посылка пошла уже в Москве. Я уже химка. Караул. Что делать? Ошибка страшная. Но я подождал еще пару дней и ей отправил вот эту вот. То есть получается так. Да, сейчас такое время настало. Мы за это платим, ребята. И вам бы сказали, Константинович, ты 300-400 рублей берешь за пересылку. Это еще не все, я еще свои заплачиваю. Потому что попасть в Тюмень, в Сибирь, надо сперва оказаться в Москве. Внимание, Саиногорск, Саиногорск, Абакан, Абакан, Химки, это Москва, кто не знает, и Тюмень. Вот. Сколько дней шло? Принято 13-го. Внимание! Так. Принято 13-го. Прибыло 17-го. Вот за что я доплачиваю. Так. Потому что если бы я не доплачивал, ну еще бы недели две было бы. Точно. Все-таки через Москву. Вот. Улавливаете? Вот так. Поэтому я хотел вам сказать, что почта у нас работать хорошо может. Еще напоследок осталась одна минута. Скажу так. Значит, доложил мне с Украины, значит, земляк, по-моему, по-моему, это с Харьковой области, да? Вот. Шло 20 дней косточки. Ну да, в пути косточек это не смертельно. Раз. Вот. Второе, значит, еще одно письмо свежее, испортило мне настроение. А оно пришло, человек должен был получить. Дальше его отправили обратно. Если верить тому, что я вижу, я надеюсь, что я правильно понял. Потому что письмо было с ошибками. Там можно понять так, что человек пришел получить посылку, и ему сказали, оденьте маску, не буду. Оденьте маску, не буду. Письмо пролежало, письмо, я оговорился, посылка пролежала положенное время, и ушла обратно, и дедит обратно ко мне. И вдруг она говорит, каравул отправьте второй раз. То есть я понял, она маску не одела, ей посылку не выдали, она пошла на принцип, она теперь жалуется во все инстанции, но маску носить не буду. Это я так понял. Если она меня слышит, я ни фамилии, ничего не говорю, ни адрес, если она меня слышит, пусть так подтвердит или не подтвердит, но она сказала, теперь мне оплатить за то, что вернулась. Она же отказалась принять. Оплатить за то, что вернулась, а потом выслать ей снова, она просит. И спрашивает, какую сумму. Ну я думаю, рублей так 800, она должна теперь платить за обе туда и обратно. Вот такие дела. Вот в принципе такое бывает. Настояние испорчено, семена сухие, и все равно лучше бы они лежали в холодильнике, а не мотались по теплым этим перевалкам. Ну вот теперь уже точно все. Эх, Алексей, хотел я еще про вас рассказать. Нет бы фотографии, это бы и писали. Нет бы фотографии в этом саду. Но даже по этой фотографии я вижу, что как я физиономист, не физиономист, но то, что вы садовод, это я уже и без фотографий знал. Спасибо за фотографию. Я хоть буду знать, с кем я имею дело, тем более, что когда-то вы будете первым на целый огромный регион. А потом, завтра продолжим, ой, в следующий понедельник продолжим разговор. Все, друзья, пока все. Впереди половина сегодня только рассказала то, что хотел, а виноват. Но зато благодаря Франции, я поздравляю с наступающим юбилеем, но случайно кинусь в глаза, что 25 декабря, 80. Поэтому я не стал уже с ним так выставлять его. Просто хочу сказать, что вот для научных ученых должны быть любознательны. А вдруг, а вы знаете, почему у нас никогда не будет вечного двигателя? Да потому что у нас есть комиссия по борьбе с женой наукой. Она точно знает, что вечного двигателя не бывает. У нас никогда не будет лекарств от рака, потому что рак неизлечим. Откройте любую энциклопедию. А? Так нет. Вы знаете, что? А вы, нет, я бы дальше не хочу. Все. В наше время стекло. И я имею в виду официальное. Теперь начинаю.